Лидером среди регионов по количеству заблудившихся в лесу людей стала Нижегородская область по итогам июля. В розыск объявляли 47 человек. 44 из них нашли живыми благодаря своевременной помощи добровольцев-кинологов. В эту субботу руководители Саровского поисково-кинологического отряда организовывают своеобразные День открытых дверей, где жители города увидят работу поисковиков изнутри. Мы решили на тренировку пригласить и жителей города, чтобы они могли познакомиться с работой поисковиков, как мы работаем и ищем. Тренировка будет проходить на открытой местности в районе Филипповских озер. Организаторы обращают внимание на правильную подготовку участников к учебной спасательной операции. Мобильный телефон должен быть полностью заряжен и установлено специальное программное обеспечение. Надо взять минимальный запас какой-то воды, питья, перекус небольшой, правильно экипироваться. То есть мы идем в лес, одеваем сапоги, одеваем плотную одежду с длинным рукавом, головной убор, одежда должна быть яркая. Можно, если нет яркой одежды, можно вот такую же жилеточку взять. А еще желательно взять свисток, фонарик, медикаменты и компас, чтобы ориентироваться на местности. Если не можете пользоваться этим устройством, то спасатели научат. Люди увидят очень многое. Как работают картографы, топографы, познакомятся с техникой, которую мы используем. Попробуют себя в любой роли, которая задействована при проведении провисково-спасательной операции. Очень будет интересно, познавательно, поучительно. Стать участником учебной спасательной операции могут только взрослые люди старше 18 лет. Заявка на участие подается через специальную форму в официальной группе поискового отряда ВКонтакте. Последний срок принятия заявок – 18.00.16 августа. Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.